Так, всем привет! Я продолжаю играть в игру под названием Зайчик, и мы остановились на том, что нам Полинка дала свою анкету, а анкету, как мы знаем, дают только тем близким людям, в общем. В общем, тогда мы уже с ней близкие люди, ну, судя по всему. Хотя, хотя она всем, по-моему, анкету дала, так что, скорее всего, нет. Ладно, с величайшей осторожностью, будто она была хрупким сокровищем, полистал, вчитываясь чужие предпочтения. Изрядно удивился, обнаружив кривоватый почерк Ромки. Буквы вылезали за рамки клеточек, словно стеснялись своей бесформенности. Грозный Ромка нашел время заниматься такой ерундой. Я ломнулся в кулак, узнав, что любимый мультфильм Ромки даже не черный плащ, а утиные истории. Так, Ромка Пятифан, 6-й В, Шафутинский, 23 февраля, Гулять, Купить Бумер, Шварценеггер, Сталлоне, Не Верь, Не Бойся, Не Прости, 3-15-87, Утиные истории, Бяша. Видимо, 11-й это лучший друг, самый любимый мультфильм, и дальше фиг знает, актер самый любимый. Где-то далеко учитель рекламировал отрывки из рассказа Андреева Кусака. Да, мне было не до него. Страницу с ответами Полины украшали цветы и вырезки из журнала Кул Герл. Любимая музыка Шуберт. Лучший друг Дедушка. Хобби не скрипка, как я предполагал, куда более загадочное, слушать. Неужели такой банальный процесс может быть увлечением? Да, Полинка-то умеет, ну, как умеет, она дает каким-то именам или цвету, например, какой-то звук, я не помню, чему она дала звук, но у нее есть такая способность. Видимо, эта способность, она записала, как раз, эту тетрадку. Я посмотрел через голову одноклассников на Полину. Она сосредоточенно записывала за учителем. Я пролистал тетрадь до чистой страницы, вооружившись ручкой. Вопросы, как тебя зовут? В каком классе ты учишься? Да, твой любимый герой, лучший друг, в принципе, Петров Антон Шестой В. Я долго вспоминал любимого музыканта, пока на ум не пришла модная группа Кармен с крутыми танцорами в клипах. Любимый праздник, это просто, Новый год, естественно. Хобби рисования. Это тоже, естественно. Мечта, пускай будет посетить Дисней Лэнд. Мой герой. Отец? Я не раздумывая начал па. Ну да, отец. Остановился на первом слоге из двух. Вдруг тем, кто будет читать анкеты, мой выбор покажется смешным и глупым. А какая разница? Вроде бы, кроме нас, она не дает никому читать анкеты. Именно других людей она дает только, ну, в руки она дала только нам. То есть мы могли прочитать всю анкету и все, других людей. А другим она, как бы, наверное, сама писала. Скорее всего. Будем считать так. Обмозговав, я решил, что далеко не все стоит доверять бумаге. Паук закончил я, сверху присобачив человека. Человек-паук, почему бы и нет? Чего ты боишься больше всего? Я написал незамедлительно, потерять дорогого мне человека. Твой номер телефона. Никакого секрета. 3-0-3-95. Я думал, это адрес дома, но, оказывается, телефон. Любимый мультфильм. Трансформеры. Лучший друг. Я замешкался, прикусив колпачком ручку. Ну, скорее всего, это Алиса. Подойдет под лучший друг. Судя по тому, сколько мы с ней гуляли, сколько она нам помогала, мы ей помогали. Вспомнил Алису, скользящую за стволами деревьев, задорно смеющуюся в темноте. Неделю я не видел ее и даже начал волноваться. В конце концов, именно она не дала меня на растерзание тому исполинскому монстру, чтобы родить по лесу в ночи. Как-то упомянул при Ромке, ебящей девочку в маске, но они лишь странно на меня посмотрели. Интересно, чем она сейчас занимается? Лучший друг. Перечитал я анкетный вопрос. Такой легкий и такой важный. Ответом были две буквы. Я аккуратно вписал их в клеточки. Ты. У. То есть, любой, кто прочитает эту анкету, поймет, что лучший друг как раз-таки ты. Получается, Антон, ты умный. Никого не задел. Или он имел в виду Полину. Ты, повторил я, выныривая из школы. Морозный, бодрящий воздух обдал мои щеки рюмяницем. Солнце, похоже на целый яичный желток, ярко светило. Дорогу словно отлили серебром. Снег искрился, переламывая солнечные лучи. И я, зажмурившись, улыбался о слепительной белизне. И от чего-то волшебного, зовущего в груди. Потому что в дружбе может таиться нечто большее. Что? Свети улыбишься. А что, нельзя? У тебя нельзя, у тебя зубов нет. Я сжевал улыбку и покраснел, как рак. Да так, анекдот вспомнил. Расскажи теперь. Беша топтался в центре двора. Ботинки нетерепливо ее улазили по льду. Ну, делись, так дано? А я о чем говорил, вот не надо было. Я прочерстил память и выдал первый попавшийся анекдот, услышанный утром в столовой. Кощей вышел на крыльцо, почесать себе сундук, зайца, утку и яйцо. Ха-ха-ха, смешно. Нет? Ясно, Петросян. Петросяна мы знаем. Ну, а что тогда спрашивал, раз не смешно? Ну, идем на. Куда? И не дождавшись, он последовал к углу школы. Я неуверенно двинулся за ним. А куда? А куда? Именно, куда? Идем, идем на. Мы теперь в одной связке и действуем заодно. Нет, если вы кого-то убьете, меня там не должно быть, понимаешь? Мы не связка, я просто дополнение к вашей группе. А так, при любых обстоятельствах, я задний. Я далеко уже буду дома. Помощь твоя нужна в кое-каком дельце. Опять? Нет, 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 нет. Я не буду больше кого-то трясти. Я почувствовал холодок за пазухой. Больно не понравилось слово дельце. За этим словом, произнесенным вот так, через плевок, обычно скрывались разные темные шу... Штуки. Так говорили незнакомцы, звоня нам в старую квартирную по телефону. Батю позови, дельце есть. Беша обернулся в облегающем капюшоне. Он был похож на космонавта. Если бы он был звуком, то, скорее всего, пронзительным свистом. Сигналом того, кто сторожит на шухере. От мысли, что мне сейчас втянут в что-то преступное, ноги предательски затраслить. Череда образов проскочила перед глазами. Строгий Тихонов, захлопывающий дверь камеры. Отец гневно бьет по тюремным прутьям, а мама и Оля тихо плачут рядом. На заднем дворе, как назло, никого не было. Никого, кроме мрачного Ромки. Так, у него лицо в стороне. Мне это не нравится. Он стоял, широко развинув ноги. Правая рука была спрятана за спину. Наверняка там нож. Стальная бабочка смерти. Летающая на стук сердца. Летящая на стук сердца. Ромка плотно жал сухие губы. Стреляя взглядом то в меня, то по сторонам. Что происходит? Ромка будто прочел и озвучил мои мысли. Что происходит? Ничего. А, он сам не знает, что я здесь делаю. Голос Бяши был противным, насмешливым. Проветривайся в другом месте. Так, а что с ними? А мне здесь нормально. Да, куколка? Так, походу что-то случилось, да? Куколка? Это он мне? От изумления я не мог выдавить из себя ни звука. Только таращился на весь этот цирк, разыгрываемый моими неоднозначными товарищами. Видишь? Ты ее напугал! А, они отыгрывают сцену какую-то. На тебе какая забота, говнюк. Вали пока цел на. Я переваривал услышанное. Бяши назвал Рому говнюком. Он свихнулся. Пацаны. Ха! Не обращая внимания на мой робкий протест, Бяши шагнул к Ромке. Замахнулся как-то чудно и комично. Ха! Не вынимая правой руки, Рома свободной кистью заблокировал удар. Ки-я-я-я! Актеры в индийских фильмах, которые любят мама, и то дрались убедительнее. О-о-о-о-о-о! Бяша заскулил, хоть я и не видел, чтобы Ромка стукнул его. А-а-а-а! А-а-а! А-а-а-а! Ай, больно как! А-а! У меня сотрясение мозга! Боже, у тебя и до этого оно было. Так что тебе не о чем переживать. Ды! Рома вкнул куда-то в коленку. Бяша припал на четвереньки. Охая и ахая. А я смотрел, не моргая, как приближается Ромка. Локоть его подергивался, и рука выползала из-за спины. Я врос в асфальт. Сейчас заблестит лезвие. Вот сейчас. Ромка резко выкинул руку, и я шелкнул зубами от испуга. Это мне? Букет подслежников не пойми откуда взявшийся. В такой мороз качнулся у моего лица. Это что, цветы? Позволь проводить тебя. Они отыгрывают сценку для кого-то. Видимо... А то, сама знаешь, шастают тут всякие маньяки. Ну, Атена, бедным маньякам уже и посасать нельзя. Точно, точно. Вот это вопрос хороший. Эх, хреновый с тебя маньяк, бешка. Даже Тоха не повелся. А она нас в два счета раскусит. Так, мне начинает это не нравиться. Наконец ко мне вернулся дар речи. Она? Кто она? Что тут творится? Рома хмыкнул, сдуваясь цветов снежинки. Да, маленькая репетиция, братан. Хотели на твою реакцию посмотреть. Да я как бы раскусил вас. Я сейчас встал, отряхиваясь. Да, Ромыч в тёлку одну втёрлся. Какую? Вон откуда-то цветы нарваны. Пасть заткни! Я так. Планирую подкатить слегка. Ну, удача. Разыграть представление. А то она неприступная. Мать её за ногу. Это Катька, что ли? Ну, к ней вряд ли подберёшь её. Типа, гуляет девочка себе, а к ней докапывается такое вот говно. А! Бяша обиженно заворчал. Там-то говно! Ну, и я такой её раз! И спасаю! Ну, в принципе, план отличный. Только Бяша как-то за маньяка не идёт. Ну, чё-то Бяша совсем бездарный актёр. Да, и так, и так раскусит. Вы же друзья. Там и так, и так понятно. Давай-ка ты маньяком будешь. Не-не-не, я не буду. Я? Ну, а чё? А чё нет? Ладно, давай. Как по телеку показывали. Маньяки вообще всегда тихие, скромные люди. Да, и если их разлить, то всё как бы. Так что не зли меня. Вот прям как ты! Ты меня в маньяки записал сразу. А благодаря Катькиным сплетням, все в школе думают, что именно ты Бабурина кокнул. Давай, соглашайся, Тох. Да я согласен, ладно уж. От сердца отлегло. Никакого криминала. Обычный театр. Ещё и ради девочки. А что делать-то надо? Ты же видел Бешеное кривление? Видел. Тип, идёшь ко мне борзый такой. Можешь разок в печень заехать. Окей. А я тебе тип хирак и в сугроб. Только давай по-нежному. Ну, давайте попробуем. Рома оживился. Отлично. Бяша, меняешь пол. Ты теперь тёлочка. Гуляй. А у неё парисницы появились. Бяша зашаркал по двору. Закривлялся. Прекрасная отыгровка. Я прям готов напасть. Тоха, действуй. Действуй. Я, борясь с улыбкой, направился к Ромке. Он опять спрятал руку и смотрел сурово. Актёрствовал на 5 баллов. Она моя. Рискни. Я блеванул в микрофон. Извиняюсь. Вот это удар. Антоха, мы должны были отыграть. Я рискнул. Махну в сторону друга. Костяшки кулака. Лишь скользнули по кожаной куртке. Как Ромка внезапно упал. Не от шутливого тычка, конечно. А, поскользнувшись на льду. Как он смотрит. Хлопнулся всем весом. Так и не убрав руку из-под тела. Лепестки. Примятых бутонов остались на снегу. Я кинулся на помощь. Он спит? Ой, бля. Да погоди ты, не дёргай. Я ему попал? Серьёзно? Не сломал? Ромка осторожно разминал запястье. Да не. Ушиб вроде. Ну, по сути, он сам упал. И из-за руки, которая была за спиной, он стукнулся. Лёд приложить нужно. Ну, это было красиво. Я согласен. Тебя, мудака, приложить нужно. Об стенку башкой. Ромка встал, уже посмеиваясь, собрав цветы. Да, если я так при подруге навернусь, можно будет про неё забыть. Давай ещё раз отрепетируем. Рома мотнул головой. Вечером, как рука пройдёт. Окай. Не хочу опозориться перед первой скрипкой школы. Ах ты, сука. Какая? Не, подожди. Первая скрипка школы это Полина. А все уже на районе знают, что она моя. Моя. И только моя. Какого хрена? Подожди. Серьёзно? Ты в Полину втюрился? Так мы уже... Хотя вряд ли что-то у них получится. По сути, с Полиной у нас уже какие-то сверхдружеские отношения. Так что я уверен, конечно, но это всё равно как-то нет. Не-не-не. Давай-ка обратно кого-нибудь другого ищи. Полинка уже, по сути, моя. Другого. Я осёкся на полусловие. В голове жёлкнул рубильник, и всё стало на свои места. Я вспоминал беглые взоры, которые Ромка посылал Полине. Вспомнил его каракули в анкете, и почему я не удосужился как следует изучить их. Меня будто молотом огрели, вколотили в землю. Полина. Вот главный герой спектакля, сделанного Ромкой. А мне в нём досталась роль третьего лишнего. Я рассеянно брякнул. Договорились. Вот это я понимаю, команда Вольтрона. Один за всех. И все за меня. И все на одного. Неправильно. Да я сам как-то справлялся, тем более с Алисой. А ты тут нацелился на Полину. Не очень весело как бы. А теперь бывай. Давайте. Вечером мы к тебе заглянем. Да не надо уж. Неприятно. По рту стоял привкус гадкой воды, в которой я запил лекарство. Опять все лекарства. Все мысли занимала только Полина. И тот спектакль, где Ромка уготовил мне роль злодея. Я бродил по дому, будто пьяный. Поддакивал к сестре, толком не разбирая, о чём она говорит. И у них был какой-то праздник, и они там поделки лепили и делали всё своими руками. Нужно было сначала принести природные материалы, листики всякие там, потом ещё шишки. И потом они всё это разбирали и клеили на бумагу. И друг другу дарили открытки, делали там всякие. И ящички, в которые потом подарки нужно было класть. И так всё красиво было. А одна девочка даже из дома принесла ёлочные игрушки. Ну, старые игрушки, которые уже никому не нужны были. Они их аккуратненько молоточком разбили, а блёсточки с них посыпались. И эти блёсточки... В общем, я сегодня книжку читала. А, обратно? Я думал, там даритки много будет такого. Ну, прикольно. Такая маленькая деталь. И у них был какой-то праздник, и они там поделки лепили и делали всё. Оля же толдычила без перебоя. Это и дело вкидывала руки и смеясь. Как вдруг так же резко смолкла. И оставилась на меня, да более знакомым, колючим мамин взглядом. Меня буквально выдернуло из темницы разума. Где клокочущие мысли, подобно гарпиям, обрушивались на мой искусный мозг, не давая вернуться в реальность. Я оставился на сестру. Сейчас она была миниатюрной копией мамы. Точнее, тем, в кого она превратилась с момента переезда сюда. С её грозной позой в виде заглавной буквы F. И с дёрнутым к потолку бровьем. Ты меня не слушал, так? Да нет, слушал. Там чё-то лепило, какие-то подруги ломали что-то. Короче, в общем, делали поделки. Фу! Она брызнула ядом в мою сторону, копируя мимику и интонацию чуть ли не единственного человека, с кем проделал всё своё свободное время. На мгновение мне показалось, что свет, изучаемый Олей, все эти годы стал слабее и опасно затрепихался на ветру затемившихся перемен. Ещё немного, и моя прекрасная принцесса станет драконом, который сторожил её своей башне. А это пугало сильнее подкрадывающиеся ко мне ужаса из будущего. Оля, прости! Оля, прости, на этом мы, пожалуй, закончим. Я снимаю 23 минуты, почему так мало? Ну да. Из-за колледжа всё труднее и труднее снимать, но я сейчас попробую настроить свой график. На этом я закончу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И запомните, Полина моя. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.